Ты не вернешься, я вернусь. Просто надо возвращаться красиво уже с новой историей, мне кажется, и чтобы это было, наверное, интересно зрителю, в первую очередь, поскольку сейчас моя история с Петто, касаемо Леши и Ани. И в любом случае, даже если бы я находилась на проекте, меня бы подтягивали к ним, и говоря о том, что ты заигрываешь, флиртуешь и так далее. Я не флиртую, не заигрываю с Лешей. Я желаю им счастья, если у ребят все получится, я буду рада. Потому что я тоже себя уважаю хоть немножечко, ребят, как бы это ни казалось, что это не так, но да, я себя хоть чуть-чуть-то уважаю. Мне кажется, я тоже достойна мужчины, который также будет кайфовать от меня и как и я от него. Как Крис? Не знаю, как Крис. Ты душевное состояние? Спасибо. Какой мой проект? Ну нет, ты была очень приятна, тебя видите, слышно на экране. Ну, ребят, я вернусь в любом случае, если так будет суждено, но я хочу уже быть немножко в другой, наверное, сфере и в какой-то другой плоскости с другим мужчиной и при других обстоятельствах, чтобы быть рядом, быть вместе и кайфовать друг от друга. Я не устану это повторять. С кем? Так, с кем общаюсь на проекте? Ну, я общаюсь. Так. Ну, я общаюсь с теми людьми, кто самодостаточен и кто уверен в себе. Вот так я могу вам ответить. Кто уверен в себе и самодостаточен, они никогда не видят конкуренцию и они ко мне относятся очень лояльно и спокойно, чему я очень рада. Мы до сих пор дружим, общаемся. Такая, например, Яна Африкантова, Аня Мадан и Кристина Бухенбалта. Это три девушки, которых я могу выделить. Бухенбалта, Яна Африкантова и Мадан. Они уверенные в себе, они вообще без ревности, они четкие. Они не очень спокойно ко мне относились и это было взаимно. Ну, какая относишься к паре Рамашовой и к Бибериной? Ой, я никак к ним не отношусь. Начнем с этого. А по отдельности, хорошо. Женя, это Женя, он такой, искатель приключений. А Настя, она просто влюбленная девушка, которая поддалась своим чувствам. Ну, я не могу ее сегодня из-за этого. Никак. Поэтому никак не отношусь. Главное, чтобы все были счастливы, мне так кажется. Если люди счастливы... Ну, я к этому стремлюсь, допустим. Я хочу найти свое и быть счастлива. Не в зависимости от того, отбила она, не отбила. Она никого не отбивала. Я думаю, Кристинка меня поддержит в Бухенбалте. У Жени есть своя голова на плечах, так же, как и у нее. И каждый сделал выбор сам. Если они вместе, значит, они так решили. И кто мы такие, чтобы судить друг друга, если даже Всевышний прощает нам наши грехи? Кто мы такие, судить друг друга, если даже Всевышний прощает нам наши грехи, ребята? Поэтому я за счастье лишь бы людям было комфортно и классно. У меня, к сожалению, нет пока такого человека, но я надеюсь, что он появится. Кто из ведущих тебе не нравится? Ну, нет такого. Они выполняют свою работу, это клево. Привет из Казани. Привет. С Лешей общаетесь? Сейчас общаемся. Он мне вчера звонил в 5 утра. В 4.43, что ли, я не взяла. А когда драку в эфире покажут? Ребят, через 6 дней? А, уже через 5. Так, а серьги золотые? Да. Это подарил мне мой бывший. 400 тысяч рублей по склали брони. Бля, не знаю, Азад сейчас посмотрит. Он мне, кстати, не отвечает, Азад. У Сережки, да. Он мне их на день рождения подарил. Ну, мне кажется, Азад уже на меня обиделся давным-давно, потому что я ушла на проект, и он меня не простит после этого. Просто так, просто так. У тебя не появился комплекс второго подбородка из-за брянской? Она что-то так сказала. Ребят, я могу еще раз показать. Ну, нет у меня комплекса. Я с... I'm sorry, Batrilla. Да. У меня нет комплекса по поводу третьего подбородка, хоть десятый, блин. Ну, нету. Если нет комплекса, хоть пятый. Ну, не знаю, нет у меня комплекса. Какая ты классная. Спасибо. Почему именно мои сообщения игноришь? Я тебя не игнорю. Кто ты? Привет. Почему рассталась с Бышевым? Расстались? Ну, потому что у него трое детей, и... Никакой конкретики не было, и просто юзает меня тоже, знаете, вот так из года в год, из месяца в месяц. Ну, не знаю, настолько нас точертело это, что... Так, ты пьяненькая? Нет. Адеев звонит, звонит. Захарова за драк выгнали. Никто никого не выгонял, я ушла, и Захарова ушла, наверное, там, по своим делам просто. В общем, игноришь. Я не игнорю. Ребят, так, ты на поляне? Нет. Жаль, что выгнали тебя. Ну, ничего страшного. С кем разговариваешь на заднем плане? На заднем плане я разговариваю со своим другом. У него и жена тоже здесь рядом. Просто у меня здесь еще есть лоджия. На ванной люди курят, общаются. Привет с Казани, ты ушла из дома 2. Бывший был типаж Кокодеев. Ну, наверное, по характеру такой жесткий, да. Принципиальный, да. А у бывшего жена есть? Есть. Почему драка была? Не из-за чего, девчонки. Честно, вообще, фигня полная была. Ты сейчас в каком городе живешь? Я, как и желаю, живу в Казани. Из-за чего подрались? Не из-за чего, из-за просто ерунды, честно могу сказать. Вообще, ситуация не стоила выеденного яйца. Почему не отправили в изолятор или вы отказались? Ну, это, мне кажется, надо уже спрашивать ведущих, не меня. Я уже была в изоляторе. Драка была не по моей вине, могу сказать так, но ответственности с себя не снимаю. Кристина на проекте. Кристина, не знаю, спросите ее. У нее есть своя страничка. Как реагирует Брянская на ваше общение? На мое общение с Лешей Адеевым? Я думаю, что она негативно реагирует на мое общение с Лешей. Но Адеев живет с Брянской. Решили, что пара не. Я знаю, ребят, что они пара. Но, тем не менее, Леша мне вчера в 4.45 звонил. Я не взяла трубку Адеев. Я думаю, наверное, он просто ошибся номером. Кто по нациям? Симпатичная девушка. Папа немец, мама татарка. Считай, что Адеев принципиальный. Он-то тут-то там. Ну, вы знаете, как я могу сказать? Чужая душа потемка. Он мне импонирует как человек. Я его знаю вне проекта. Поэтому я не хочу комментировать его. Как Адеев в положивстве охуенный. Так, в каком районе в Казани живешь? Старой горке. Адеев сам не знает, что хочет и кого. Он все прекрасно знает. И у нас с ним вообще... Мы понимаем друг друга без слов. Этот друг мой будет всегда. Как думаешь, Крис Скородио с проекта? Нет. Сколько сантиметров у Адеева? 25. Ты ушла с проекта? Да. Захарова странная. Так, типа, секси девочка. А вообще не понимаю, что там привлекательно. Ну, Захарова это Захарова. Это уже бренд. Поэтому, почему всегда с этой маской? Мне нравится девчончик. У меня, кстати, знаете, а сколько вам лет? Нет? Мне 30. Я сейчас со своим самым близким человеком. Честно, я могу сказать. Я у себя дома. Я закончила работу. Я сейчас со своим другом. И этот друг знает меня, знаете, с моего 10 класса. Когда я закончила школу, я жила в Хрущевке. Мои родители развелись. Поделили все пополам. Я из элитного дома переехала в Хрущевку. Вы представляете? В Хрущевку, как вот бабушкины дома. Я поступила в КГУ, Казанский государственный университет имени Ульянова Ленина. И Кирюха, это мой друг, и он забирал меня с института. И возил в Хрущевку, когда я училась еще на первом курсе. Сама поступила. Потому что я маме сказала, либо я буду в КГУ учиться в Казанском государственном тогда еще университете. Сейчас в Казанский федеральный университет. Либо я нигде не буду учиться. У меня, когда родители развелись, денег не было, представляете? И Кирюха меня забирал. Я училась, блин, с утра до вечера. Офигеть! Я ему так благодарна, и до сих пор мы дружим. У меня есть такой друг, к счастью. Я очень рада. Ты по специальности работаешь? Нет, к сожалению. Моя специальность помогает мне просто расти. Я очень рада, что у меня есть такой друг до сих пор. Вы знаете, нету таких друзей. Сейчас вообще я рада. Мне 30, а мне тогда было 18 лет. Ребят, представляете? 18. 12 лет назад. А знаю я его уже 13 лет назад. Когда я еще училась в 10-11 классе. Мы уже тогда гоняли в воровые. Мы заканчивали школу с Гурянычем. Потом я поступила в КГУ, и мы с Кирюхой дружили и общались. И вот сейчас мне 30. Блин, и мы до сих пор дружим. Реально дружим. Как так может быть? Я очень рада. Операции какие делаю? Девчонки, честно, никакие. Только губы увеличиваю. И виниры. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу нос и щелки. Я хочу, конечно, грудь еще, но я не рожала. Поэтому я не знаю, буду ли я рожать, а вдруг рожу. А мне знаете, что бывший сказал? Он сказал, говорит, заморозь яйцеклетки. Такой молодец, тоже добрый, да, парень? Заморозь, говорит, яйцеклетки. Угу. Ну так. Типа тебе уже 30, давай замораживай. Можете показать, нет? Ну ладно. Так что у меня есть такой друг, который с детства, ну как с детства, ну практически с детства, с юношества, так скажем. Да, 91-го года. Даш, ты такая мудрая и красивая. Пусть у тебя все будет хорошо. Да, Женька, 91-го. Ромашова с Бигариной, а Санькой общаетесь? Кого хотела, мальчика или девочка? Какие деньги делали виниры в Казани? В Москве делала. В Москве. Ну у меня не виниры, у меня люминиры. Они на тот момент уже стоили, я свои не стачивала, они уже на тот момент стоили миллион сто на рубли. То есть это вот не такие бабушкины накладки, которые видно сразу. Почему? С мужем расстались, его посадили в тюрьму. Я была под следствием 7 месяцев. К сожалению, так бывает. А так бы мы, конечно, не расстались. Ты очень импульсивная, ты что-то употребляешь? Нет. Просто я такая всегда. Я лев. Так, а это? А грудь? А грудь, да. Ну не знаю, как бы грудь. Да ладно. Да ничего такого. Ну грудь, она просто грудь. У меня тройка, но я бы, наверное, хотела, когда я только рожу. Потому что пока ты, ну все равно, в любом случае, если у тебя есть желание родить, это я, допустим, через час, через два месяца забеременею и опять мне переделывать ее придется. Блин, мне будет жалко просто выброшенных денег и своего здоровья в первую очередь. Потому что это наркоз, все-таки как ни крути. для работы там, я не знаю, девочки, которые, может, там фотомодели там и так далее. Ну, то есть им это нужно, окей. Но я все-таки планирую родить. Дай бог, чтобы так было. Санька, общаетесь? Нет, мы не общаемся. Почему мы должны с ней общаться? Это женщина Адеева, которую он любит, а я его лишь пассия, которая была ему такая муза, не знаю, просто интересная девушка, которая была ему интересна так же, как он у меня. Ну, несмотря на то, что он мне звонит, конечно, постоянно, каждую ночь, я не беру трубки. Ну, история об этом умалчивает, да? Я об этом молчу и не хочу выносить на всеобщее обозрение, хотя я уже это вынесла. Ну, как бы окей. Ну, да, ну и что? Ну, он там, люминиры лучше. Да, у меня люминиры также. Даже никогда ты злишься на Адеева? Нет. Адеев для меня мой друг будет всегда. Что он натворил? Он ничего не натворил, Адеев, он ничего не натворил. Он просто мужчина, который нормальный мужчина, который любит женщин. Вот и все, так скажем. Ему нравятся женщины. В чем его минус? Он просто полигамент. Я не могу его за это судить. Так же, как и он меня за то, что я подвлюбилась, ошиблась. Но мы все не идеалы, так скажем. Когда замуж вышла, во сколько лет? Так. Офигеть, что они посадили? Ты навещаешь его? К сожалению, нет. Нет у меня такой возможности. Он уехал в Абудави на 25 лет, выпустят через 12 с половиной по амнистии. Шикарный у вас грудь, ничего не надо делать. У тебя красивый лифчик. Ой, кстати, лифчик, девчонки, знаете, какой инкантов? Прикольно. Когда у тебя день рождения? 17 августа. Сейчас, сейчас. Сейчас, все, еще две минуты. Так, у меня 17 августа было. А лифчик инкантов? Не надо грудь. Ну, да, потому что у меня и так тройка своя. Если увеличивать, это будет 4. А я планирую еще ребеночка. Поэтому, в любом случае, гормоны будут скакать. И, в общем, там будет полный трэш, полный такой дистракшн. Так, какого косметолога посещаете? Я посещаю своего в Казани, здесь. Так. Находи тактаж. В планете фитнес на первом этаже. Ну, не знаю. Где я раньше жила, к ней и хожу. К Лиле. Ты ушла с дома два? Ну, да, пока да. Сколько тебе лет, честно скажи? 3-0. 30. Так. Так. А если Адеев вам опять позвонит, возьмете тропку? Ну, он мне вчера звонил в 5 утра. Я не взяла. Я уже спала. Где ты работаешь? Я наращиваю волосы, девчонки. У меня своя база. Я не буду никому ничего доказывать. У меня своя клиентская база. Мне на шпильки, на трусы, на заколки хватает. Так. Кто из ведущих тебе больше импонирует? Да все. Нет таких. Адеев в соцсетях не пишет? В соцсетях нет. В личные сообщения в WhatsApp, да. Если он захочет встречу на один раз, согласитесь? Нет. Он это знает. Вопрос не про Адеева был, а про мужа твоего. Он что натворил? Ну, это его личные дела, а это не касается. Поэтому в моей истории, соответственно, не считаю нужным говорить про это. Даша, люстра красивая у тебя. Спасибо. Ого, по какой статье. Не важно, ребят. Человек не был на проекте, он никак не замешан. Соответственно, вы можете задавать вопросы непосредственно мне. И, как всегда, я об этом и говорила. Вы можете говорить только со мной. Даша, а что муж сделал, что его закрыли настолько? Ну, вот, знаете, не дай Бог вам это и узнать. Самый дорогой подарок от мужчины вы получили. Квартира. Ты в Казани сейчас? Да. Вам 35 плюс? Нет. Мне ровно 3,0. Какая у тебя зарплата? Ну, вы имеете в виду, если по волосам, и я плюс еще сдаю квартиру, которая у меня есть от папы. Ну, то есть сдача от аренды и плюс волосы, но в целом 250-200. Здравствуйте. Хали Татаров, я прямо реально... Ну, ты же в эфире говорила, что ты овен. Я не овен, ребят. Никогда не говорила, что я овен. Я лев, 17 августа, день рождения. У меня даже татуировка ноги 17 августа. Смотря на тебя, я увидел, как ты можешь любить. Даш, ну рассказывай, с кем дралась. Я дралась с Захаровой. Ты всю душу вкладываешь. Нет, я так не считаю. Я всю душу не вкладываю. Я лишь, наверное, знаете как... Я, наверное, вкладываю... Так, ты всю душу вкладываешь. Кто там туда-сюда ходит? Кто-то мелькает, аж на нервы действует. Ты что убрала? Так, за что убрали тебя из проекта? Меня убрали? Да ни за что, ребят, честно. Потому что я приехала изначально уже на нервах. Потому что у меня была одна маленькая сумочка. И вы, как девочку, должны меня понять. Мне не дали ни выйти, ничего. Я на первое время шла на уступки. Потом мне не шли на уступки. В итоге я, короче, сорвалась и просто сиганула через забор. Так. Ответь, ты в Казани сейчас? Да, в Казани? В Казани. Ну да, ушла пока. А что вы на такого плохого? Ну ушла пока, ничего страшного. У вас своя квартира? Как твердо вы стоите на ногах. А это кто меня спрашивает? Вяленая Караганда номер один. У вас своя квартира? Ну нет. Живу у таджиков. И не твердо стою на ногах. Вот уже падаю. Как тебе Настя и Женя? И что вообще вокруг них происходит? Настя, Женька кайфует в моменте. Вот и что происходит. Не более того, спросите у них. У них есть своя страничка, ребята. Мне нравится твоя красно-черная футболка. Спасибо. Это миланская футбольная команда. Отлично. 3-0. Так. Ты готова встретиться с подписчиками попроще в Казани? Да, я не вижу смысла. Вообще готова. Ну, не вижу смысла. Пожалуйста, почаще фото складывай. Да, у меня нет фоток, ребят. Я реально работаю. Просто кажется людям, что я не работаю, но я работаю. Кто у вас там ходит? Это мой друг ходит. Друг мой детства. Друг детства. Я могу сказать так. Который вообще знает меня, грубо говоря, с 10 класса. Очень мой классный друг у меня там ходит. Ты говорил о Африке? Сколько были в браке? Мы 4 года почти. Выключи фильтры. Живешь с родителями? Нет, не с родителями. С 2017 года. Мне мой бывший муж гражданский подарил квартиру. Ну, сначала он мне половину, в общем, как бы оплатил. Ну, потом буквально за очень короткий промежуток он мне закрыл апотеку и все. Его посадили и как бы у меня квартира. Все. Какие крови у вас есть? Вы русская? У меня ни одной русской крови нет. У меня мама татарка, чистокровная. Ярулина Райхана Садулна. Вот. Бабушка Петровская Галина Андреевна. Полячка. Поляки, немцы и татары у меня. От Крис осталась хоть какая-нибудь поддержка на проекте. У Кристинки все классно. У Бухенбалты она вообще нигде не пропадет. Я могу сказать так. Так. Спасибо за ответ. Конечно, понимаю. Так. Что там с Ромашом? Все, я заканчиваю. Все, заканчиваю. Ты ушел от проекта? Да. На футбол идешь завтра? Нет. На проекте нет таких ухоженных, эффектных девушек, как ты и Яна Захарова. Остальные такие чуханки и строят. Ну, да. Я согласна. Ты вот этот Butterfly 1, 2, 3. Ну, короче, ты знаешь, вот ты уже мне говорил про эту Захарову и про меня. Поэтому я не хочу, чтобы ты не больше говорил про нее. Потому что у нас была с ней потасовка. Так. Что с бровями? Уберите брови. Не знаю. Пусть такие будут. Так. Не мешай, девчонки, спать в женской спальне. Ужасно. Это ужасно. Все ужасно, конечно. В женской спальне это общаг. Девчонки, вы жили когда-нибудь в общаге? Вот то же самое. Так. Звезду словила, что они могут встретиться с подписчиками, а мы встречались уже сейчас. Да блин, девчонки, я вообще, я никакая не звезда, чтобы встречаться с подписчиками. У меня нет подписчиков. Почему я должна с кем-то встречаться? Вы о чем вообще? Ты как будто там, а дев вернется в семью, думаю твое мнение. Но мы в Германии с интересами все. Почему? У вас еще пальцы шикарные, покажите. Все. Всем доброй ночи. Всем доброй ночи. Всем пока-пока.